Вы всегда выступаете оптимистом по части определения кластеров, которые будут в тренде, будут приносить доходность. Вот сейчас об этом поговорим. Я с любопытством наблюдаю за тем, как появляются новые приватные коллаборации, приватные государственные предприятия, производящие оружие, да, оружие, дроны. Вот насколько действительно наша ВПК будет развиваться, и это будет, ну, и какой-то доходной частью. Насколько это будет, возможно, даже нашей идеологией, насколько мы будем вооружать весь мир. Потому что Путин-то, в принципе, развязал, ну, открыл такой ящик Пандоры, началась, по сути, новая гонка вооружений. Вы какую-то делаете на эту ставку или нет? Потому что когда вы всегда говорите, что в мире излишек денег, вы всегда так говорили, и когда мы увидели, в каких размерах глава Верховного Суда или наши военкомы получают взятки, вы знаете, я начала верить про то, что излишек денег, оказывается, в Украине был. А как теперь с этим будут обстоятельства? Ну, я не хочу комментировать эти частные корпорационные случаи, но арестовали этих людей, и слава богу. Я, ну, это же надо глубже разбираться проблемами, чтобы судить об этом. Я, к сожалению, Юлия, не являюсь экспертом в области вооружений. Но я могу сказать, и более того, да, если бы я являлся бы ним, то, наверное, я не мог бы рассуждать на уровне цифр. Но на уровне трендов мы можем поговорить. Безусловно, это не мои слова, это слова нашего первого вице-премьера во время доклада в Лондоне, там, где и Сверденко, и Шурман докладывали о приоритетных направлениях развития, восстановления в Украине. И одно из них – это зеленая энергетика и металлургия, второе из них – это ВПК. Да, безусловно, любая война, это знает любой историк и экономист, политологи, я думаю, знают, что это время, когда скорость технологического развития вооружения ускоряется в 10 раз, иногда в 20 раз. То есть за год происходит количество открытий, их апробация, и на их основе новые открытия, модернизации, совершенствования, как за 10 или за 20 лет мирной жизни просто испытания оружия на полигонах. То есть Starlink с нас деньги берет, конечно, а он должен бы нам доплачивать за то, какой мы полигон, какое испытание. Представляете, мобильная связь, которая быстрее всех в мире, да еще и испытана во время войны, когда работают глушилки, рэп, ну вот это все, и все равно этот Starlink работает. Это лучшая реклама ему вплоть до 2040 года на планете просто не придумана, чем испытания Starlink в нашей войне. То же самое касается дронов авиации. Если мы сравним даже дроны, которые, ну первые, ну вот эти свадебные дроны, на которые скотчем привязывали, то есть просто гранаты-лимонки, и отправлялись на позиции противника, или с примитивной веб-камерой, которая свадьбы снимает, и с серийным производством, которое уже сейчас у нас есть, и, к сожалению, у русских уже есть, гораздо более мощных, функциональных и так далее. То есть я верю военные эксперты, которые, ну, и нашим, и американским, которых я слушаю время от времени, которые говорят, что следующая война будет войной дрон-авиации. Похоже на то. Похоже на то. И ясно, что мы вынуждены сейчас нарастим на миллиарды долларов технологические и производственные мощности по производству этого новейшего вида вооружения. А теперь смотрите. А теперь все армии мира вдруг проснулись и поняли, что их танки, которые стоят там у кого-то 3, у кого-то 5 миллионов евро, легко уничтожаются каким-то воробьем стоимостью полторы тысячи долларов. Ну, и, то есть мы можем помножить на ноль, на это все, ну, про не тех. Значит, срочно нужно… Вот Федоров стал строить армию дронов для украинской армии одной из первых. У какой еще армии мира есть такая армия дронов или через год будет? А хотят иметь все страны G7, а у них десятки миллиардов на это денег. Поэтому, конечно же, дай Бог, быстрее, благодаря героизму тех, кто сейчас на фронте, отдает за нашу жизнь, надеюсь, быстрее настанет победа, после этого совершенно очевидно, что украинский ВПК, он уже никуда не денется. Он уже во время войны сформировался, как из самых инновационных. Вообще же, понимаете, внутри любого машиностроения, любого подотрасли машиностроения, а это же подотрасли машиностроения, дрон-авиации, ключевую роль, а иногда главная себестоимость, занимает софтвер. Ну, не мне говорить вам и зрителям, что Украина по программному обеспечению одна из ведущих стран в мире, по количеству, качеству программистов, по самовоспроизводящимся, саморазвивающимся школам, благодаря коммерческому сектору, благодаря возможности привлечения прямого. Живем уже в прекраснейшие времен, когда вообще не спрашивая ни лицензии Национального банка, ни чьего разрешения к админу, можно напрямую привлекать сотни миллионов долларов прямо из Америки, свои стартапы, ни с кем ни пном, особо не… Да, интерес коносальный. Милтек – это была отдельная секция на форуме, который прошел. Да, вот, кстати, сильный ВПК уже как экспортно ориентированная отрасль после войны от нас никуда не денется. Я думаю, что мы еще тут увидим новых украинских миллиардеров и дай им Бог здоровья. И в основном это будут парни в светлях и джинсах, чуть больше 30 лет, которые сейчас мировались как командиры подразделений нашей дронной авиации на фронте. Ваши коллеги иногда говорят, что мало того, что будущее за армией дронов, так и будущий президент будет один из командиров этой армии дронов. Поэтому поживем и увидим. Спасибо огромное, экономисты. Ну, я вам все-таки короткий комментарий дам. Обратите внимание, за исключением Клинтона, Билла, вот когда там закончилась та вьетнамская война, а не было еще президентских выборов в Штатах, чтобы один человек из пары не был ветераном драмской войны. Или президент, или вице-президент. Это говорит о том, что нация уважает своих героев, павших, и нация уважает тех, кто выжил, но готов был отдать жизнь за нее. И это фора в политике ответственного государства, которая превосходит все, любое. Любые популистские высказывания, любые там, любую зауму. Вот просто ты был на фронте, тогда ты имеешь право представлять интересную народу. Нет. Но так мы выберем того, кто. Кто не жалел жизни ради нас. Я думаю, что это будет реально украинская политика на следующие четверть века, менее. И это правильно. Спасибо за возможность услышать вашу точку зрения. Михаил Кухарь был с нами на связи. Я дякую нашу недоедачу и аудитории за увагу. До веры, до новых встреч и побачиваемся. На все добре, бережите. Субтитры сделал DimaTorzok